Всем привет! Вы на канале Папа и Максим. И сегодня мы хотим вам рассказать о таком интересном явлении в истории нашей страны, как марки деньги. Предыстория появления данных марок денег такова. В 1915 году Россия уже год как участвовала в Первой мировой войне. И в стране резко ощущалась нехватка материала для чеканки разменной монеты. Медь и бронза были нужны для военных нужд, ну а серебро народ просто придерживал, так сказать, прятал в кубышку. И поэтому 25 октября 1915 года министр финансов Российской империи Петр Львович Барк внес предложение на рассмотрение Сената о выпуске марок денег взамен разменной монеты. За основу он предложил взять готовые клише почтовых марок, выпущенных в 1913 году к 300-летнему юбилею дома Романовых. Данное предложение было поддержано Сенатом и в 1915 году были отпечатаны марки всех шести номиналов. То есть 1, 2, 3, 10, 15 и 20 копеек. Но в оборот пошли марки номиналов только 10, 15 и 20 копеек. Сейчас мы их рассмотрим чуть-чуть поподробнее каждую. Так, марка с номиналом 10 копеек. На ней изображен действующий император Российской империи Николай II. Марка выполнена на голубом фоне. Вверху мы видим надпись почта, так как марки, как я уже сказал, марки печатались из готовых клише почтовых марок, поэтому не стали выбирать, наверное, эту надпись. Чуть-чуть поближе. Главное отличие денег марок от почтовых марок было в обратной стороне. Так как на обратной стороне марок денег не было клеевого слоя, был напечатан малый герб Российской империи и надпись, что данная марка имеет хождение наравне с разменной серебряной монетой. Следующая марка номиналом 15 копеек. На ней изображен император Николай I. На обратной стороне мы тоже видим малый герб Российской империи и надпись имеет хождение наравне с разменной серебряной монетой. Марка номиналом 20 копеек. На ней изображен император Александр I. Марка выполнена в оливковых тонах. С обратной стороны мы тоже видим герб Российской империи. Надпись имеет хождение наравне с разменной серебряной монетой. Так как по какой-то причине в 1915 году марки с номиналом 1, 2 и 3 копейки не пошли в оборот, то в 1916 году был сделан второй выпуск данных марок. Изменения коснулись обратной стороны. Вы можете видеть, что рамка стала чуть-чуть потоньше. И добавили обозначение номинала. Вот как на данной марке вы видите 1 копейка. На марке номиналом 1 копейка был изображен Петр I. Давайте поближе. В первом выпуске данной марки не было вот этой надпечатки единички. Она появилась только в третьем выпуске. Почему появились данные надпечатки? В ходе хождения данных марок в обороте рисунок истирался. И марки с номиналом 1 копейка по цвету становились схожими с марками номиналом 15 копеек. А марки номиналом 2 копейки становились очень схожими с марками номиналом 20 копеек. Чтобы избежать путаниц и мошенничества, была сделана надпечатка. Вот на марках номиналом 1 и 2 копейки. Марка с номиналом 2 копейки. На ней был изображен император Александр II. На обратной стороне мы видим, что герб Российской империи исчез. Потому что эта марка уже принадлежит к четвертому выпуску. А четвертый выпуск проводил уже временное правительство. Поэтому мы видим, что герб Российской империи исчез. И была увеличена просто надпись номинала 2 копейки. Марка номиналом 3 копейки. На ней изображен император Александр III. С обратной стороны мы видим, что герб Российской империи и обозначение номинала 3 копейки. А также надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой». Ну и в итоге, еще раз повторюсь. Всего было сделано 4 выпуска данных денег марок. Первый выпуск пошли в оборот только марки номиналом 10, 15 и 20 копеек. Второй выпуск был выпущен марки номиналом 1, 2 и 3 копейки. Третий выпуск на марке номиналом 1 и 2 копейки была нанесена надпечатка для обозначения номинала. И четвертый выпуск на марках «Исчез герб Российской империи» и появилась увеличенная надпись номинала. Этот выпуск был сделан временным правительством. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Обещаем делать для вас еще много интересных видео. Всего вам хорошего, до новых встреч. С вами были Папа и Максим.